в общем здравствуйте дорогие друзья здравствуйте интернет будем рассказывать сегодня об очередном продукте об компании arthurus он же hk 416 или так сказать клоноподобие я бы сейчас красиво описывал все как там вот такого цевьё вот такое вот это но по факту как говорится ко мне в мастерскую попадает только то что уже кем-то было переделано что-то перепилена и так далее если очень коротко говорить как бы давайте к сути да это годится ли данный привод для того чтобы его иметь в плане в коллекции как более бюджетная версия той же 416 от вы все если у вас скупой кошелек и нету дополнительно 20 и 25 тысяч рублей то да вполне возможно потому что есть с просматривать между 416 из краином и 416 артурусом по внешке отдам должное артурусу удивительное рядом но это не алюминиевая м катактуру с это вполне полноценный хороший сам по себе бодик и вам еще даже добавлю больше он даже плюс-минус ровный то есть линия оси относительно верха и низа здесь присутствует в общем и выглядит это даже очень себе ничего то есть пока не менее у меня не вызывает никаких этих батхердов и так далее и всего такого опа чтобы я сказал фу-фу-фи-фи-фи-фа привод в мастерскую естественно попал в состоянии того что это был непривод а это был просто красивый боди с установлены ввода системой здесь ничего такого в этом нет потому что от ввода системы ввода системе это как в принципе как от аега к аегу плюс-минус каждый со своим прибамбасом и плюс-минус каждый вылезает со своими приколами и собственно самая главная вещь которую мы по сути здесь сделали ну помимо того что мы это в единый кусок собрали продали наш конструктор который мы собираемся выпускать на рынок это кит без гербокса установка самостоятельной установки в которой включается предположительно дробится на такие маленькие кусочки которые вы можете сами непосредственно покупать но основное эта тема это нижняя часть вот сюда в которой вам естественно понадобятся руки и небольшой опыт но в любом случае вы это сможете поставить а второй момент это верхняя часть соединяющаяся то есть с камерах у папа который не позволяет сосиски уезжать назад в общем живет это все очень красиво классно и все такое кнопочки кнопочка первое оно работает кнопочка обратная оно работает потом шторка она работает потом соответственно кнопочка переключения она тоже работает и быстрый доступ к сосиске в случае испорченного оринга, засранной системы, попадание пыли, уничтоженные резинки камеры хупапа, уничтоженного это тоже все присутствует. В общем мы пришли к супервещи, ну как пришли, на самом деле мы давно об этом знали, просто я очень боялся это дело делать, в общем к точению пластиковых ноузов. Вы скажете, на кой черт нужна данная деталька, да? Почему типа не алюминиевый? Данная деталька влияет на то, как долго у вас при стрельбе будет сохранение положения старта шара, а именно чем больше вы стреляете, тем больше у вас начинают друг об друга затираться трущиеся части, и тем самым они вызывают такая там мелкодисперсная такая жижа образуется. И в итоге эта штука начинает стартовать чуть-чуть в разных местах, то есть чуть-чуть вперед, чуть-чуть назад, чуть-чуть там, чуть-чуть сам, но приблизительно оно все в одном месте. И в итоге, образно говоря, при одной и той же длине нозу, при одной и той же резинке, при одном и том, и том, и том, и том, и том, то есть у нас ничего не меняется, просто настрел увеличивается, полет у нас меняется, и мы сразу скидываем эту вину на кого? Правильно, мы думаем это, что это у нас резинка, резинка виновата, резинка рвется, юбка разрывается, все, дупо там, щит и бодан, потеря, так сказать, девственности у девчонок и так далее, и так далее. Но суть в другом, то есть даже просто сами вздумайтесь, а ладно, если у вас не мапа улив, да, у вас обычная резинка, вот сколько нужно прострелять, чтобы увидеть, насколько резинка вообще реально живет. К примеру, я на своем пулемете резинку зеленой G&G поменял только спустя овер 100 тысяч шаров, потому что я на игре стальным шоплом ее просто порвал. Вот мне надо было выбить шарик, я ее порвал, в итоге она, как бы, ее еще можно использовать, но я буду видеть, как бугорок будет потихонечку отрываться, отрываться, а в одно время она просто перестанет стрелять. Я с таким играть не хочу, поэтому я его поменял. И, в общем, переходим к самой сути, которую вы потеряли. Если даже банально поменять алюминиевый нозл на пластиковый нозл, помимо того, что у нас перестанет металл об металл тюкаться, то есть у нас уменьшится сам звук ВВД системы, то и плюс у нас еще при более долгом настреле сохранение старта шара будет увеличено. И плюс еще у нас именно сжираемость как расходник, то есть насколько ее будет съедать резинку, время увеличивает ресурс, то есть тем самым это влияет только в плюс. Вы скажете, а почему нельзя было сделать сразу нормально? Да кто же его знает. В общем, мы сделали другой нозл с двумя длинными. Одна длина под обычную резинку, вторая длина под резинку MAPOLEAF. И вы не поверите, да, там длины разные. И вы скажете, насколько же они могут быть разные. Я вам скажу примерно так. Хер угадаешь, потому что под каждую камеру плюс-минус где-то миллиметра два скачет размер от того, насколько нужно длина нозл подбирать. То есть даже если я вам скажу какую-то вы цифру, вы все равно не поймете, скажете, нахрен она нам нужна, я сделал так, у меня не получилось, у меня разброс. Но суть очень простая. Как понять, что у вас все норм, да? Это образ награда, когда вы берете, зажимаете очередь легким шагом и вы не видите вот такого вот разброса во все стороны. Почему именно легким шагом? Объясняю. До 40 метров именно качество сборки старта шара легкий шарик очень легко показывает. То есть где, как у вас там вообще все это дело между собой там трется, мучается и работает. При стрельбе на 40-50 метров тем же самым там 20-25 вы можете увидеть, насколько у вас хорошо вообще сборка собрана. То есть понять, насколько у вас узел старта шарика относительно камеры хупапы в стволике, насколько все это ровно летит. И, соответственно, все остальное уже, да, вот это вот, когда разлет уже будет начинаться, да, вот именно под конец, это будет зависеть от веса шара. Хочу стрелять там на 60-30 шарик, пожалуйста. Причем вы можете мне сразу сказать, а выхлоп, если мы сейчас сюда бабахаем побольше, то тем самым она тогда еще сильнее увеличит разброс. Но мы возвращаемся к другому. Это уже вибрации, которые у нас преследуют на оегах. А если на оегах, а у нас ВВД, да, и здесь уже такой вибрации нет. Соответственно, при высоком выхлопе вы увидите точно такую же картину, как и при низком выхлопе, конечно, оно будет влиять, но до 40-50 метров оно влияет меньше всего. Поэтому, господа, пробуйте свои силы, стреляйте в мишеньки. У нас есть супертехнический паспорт на эту тему. То есть, вот такая вот штука. Вот такая штука. Вот мы обычно стреляем вот в такую вот мишень на 50 метров 25-28 шереком. Ну, 20-м на 40-45. Ну, вот, эталон 50. Дальше, это насколько вы реально умеете стрелять. Автомат. И вот здесь вот включается еще одна наша тема. Это сейчас, конечно, мы уже двигаемся к направлению своей собственной камеры хопапа, но это все происходит небыстро. А вот здесь пауза и маленькое пояснение. Мистическим образом, как только речь зашла про хопап, нету звука. Самая надежная техника, звуковая и видео, сказала, что звука здесь не будет. Звуковая дорожка пуста. Поэтому будет красивое, странное слайд-шоу. Пауза. 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 Субтитры сделал DimaTorzok